Привет друзья! Этим летом построил домик для детей с горкой и начал его оборудовать. Ради смеха установил сломанные проводные телефоны. Идея понравилась и решил сделать телефоны работающими. В хламе их нашлось достаточно. Изобретать ничего не стал. Обратился в помощь радиолюбителю. Есть готовое решение. Повторил схему и она у меня заработала. Но вот в таком варианте. Трудности вызвал подбор трансформатора и кнопок переключателей. Трансформатор? Угадайте отчего? Нашел в блоке питания. Посмотрите, что умели делать в исчезнувшей стране. Излег трансформатор и припаял две радиодетали. Сетевая обмотка, конденсатор фильтра оставил, подключена к шнуру питания. Остальные обмотки подключены последовательно для набора переменного напряжения питания звонков. К обмотке 12 вольт подключен диод-выпрямитель и электролитический конденсатор фильтра. Напряжения выведены на клеммник. Напряжение звонковой цепи. Напряжение токовой петли. Установил трансформатор в корпус. На лицевой панели закрепил клеммник. Кнопок переключения без фиксации у меня нет. И решил применить микрики от компьютерных мышей. В этой мышке аж три кнопки. Подрезал дорожки и припаял проводники от контактов к клеммнику. Также подпаял шнур подключения к телефону с четырехполюсной вилкой. Выбрал два телефона покрепче. И подключаю их к станции через 40 метров линии связи. Смотрите, все честно. Включаю питание. Даю вызов в линию. Второй телефон. Зазвонил. Аналогично могу вызвать первого абонента. Звук в трубках громкий и четкий. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Это абонентская станция на два телефона. На двух радиодеталях. Продолжение следует... Продолжение следует...